День за днём Окончание войны А что нового и интересного произошло в городе и регионе, расскажем прямо сейчас Пляж у нас понятно, что он будет открыт, но соответственно с особенностями, так как будут производиться ремонтные работы В администрации города состоялось еженедельное рабочее совещание Смоленский рожок – фольклорный праздник красоты, искусства и творчества В данный момент мы ведём переговоры с администрацией с работниками НУК ВП по этому управлению Свежий взгляд в администрации состоялось заседание молодёжного совета Десногорск полным ходом готовится к летнему сезону, работы проводятся и на фонтане Вышел из спячки, фонтан Десногорска проснулся после затяжной зимы Переходим к темам выпуска В Смоленске задержан директор футбольного клуба «Днепр» Николай Ермаков Он обвиняется в невыплате заработной платы Следствием установлено, что размер задолженности составляет около 5,5 миллионов рублей Свою заработную плату не получили более 70 работников футбольного клуба Следственный комитет подал ходатайство в суд на Ермакова об изменении для него меры пресечения С подписки о невыезде на заключение под стражу При этом меры по погашению задолженности перед сотрудниками директор клуба не предпринимает И более того, оказывает воздействие на потерпевших 9 апреля представители городских служб подвели итоги работы за прошедшую неделю Ремонт дорог, отключение горячей воды и новые герои Десногорска Эти и другие темы обсудили на собрании в городской администрации Уборка города после продолжительной зимы и подготовка его к летнему сезону непростая Но выполнимая задача Уже начались ремонтные работы дорог общего пользования В ближайшее время будет проводиться фрезерование проезжей части в 4 микрорайоне возле дома номер 10 Просьба к жителям на данном участке дороги не оставлять свои транспортные средства В рамках проекта «Комфортная городская среда» запланированы ремонтные работы в трех дворах Это 1,1 и 7 микрорайон дома 1 и 2 Также будет произведена реорганизация городского пляжа В этом году пляж у нас понятно, что он будет открыт Но, соответственно, с особенностями так, как будут производиться ремонтные работы Также продолжается участие в федеральном конкурсе «Малые города» Три проекта от Смоленской области, в том числе и из Десногорска, успешно прошли техническую экспертизу Впереди нас ждет архитектурная экспертиза, поэтому будем, конечно, насмотреть повод, но надеемся, что мы должны это победить Утром 9 апреля успешно завершились испытания магистральных тепловых сетей Подача горячей воды жителям города будет восстановлена в ближайшее время И ориентироваться на второй половине дня Приступим к подключению потребителей города по горячей воде И потребителей по отоплению в горячей воде там, где они были отключены на период испытания Необычный творческий конкурс пройдет в Десногорске Показать свои таланты и заявить о себе можно будет всей семьей 18 мая в детской музыкальной школе состоится конкурс семейных музыкальных ансамблей «Музыкальная семья-2019» Приглашаем также при участии семьи нашего города Заявки принимаются до 8 мая Кроме этого, на совещании глава города Андрей Шубин вручил благодарственное письмо Армену Казаряну Неравнодушный житель Десногорска принимал участие в спасении двух детей на пожаре в третьем общежитии первого микрорайона Молодежь Общероссийского народного фронта запустила в Смоленске пилотную акцию по сбору макулатуры Одни из первых поддержали проект студенты Смоленской академии профобразования Они собрали и принесли почти 100 килограмм ненужной бумаги Организаторы отправят ее на переработку Сбор макулатуры позволит сохранить леса от вырубки 20 килограмм ненужной бумаги может сохранить жизнь одному дереву Принять участие в акции «Сохраним лес» и принести макулатуру на переработку могут все желающие 5 апреля в Центре культуры молодежной политики Десногорска собрались ценители и хранители исконно русских традиций Программа праздника «Смоленский рожок возрождения» была насыщенной и познавательной Окунулась в атмосферу народного творчества и наша съемочная группа Перед началом концерта гостей ждали мастер-классы по народным ремеслам Гончарное дело, куклы, ручная набойка на рубахах и полотенцах, ткачество Мастера из Смоленска делились секретами русского промысла Маленький ткацкий станочек мы сегодня привезли, чтобы показать сам принцип, как образуется ткань На фольклорном празднике в этот день собрались десногорцы, которым не безразличны русские традиции Многие из присутствующих лично внесли свой посильный вклад в сохранение и примножение народной культуры Это значимое для города мероприятие открывал голос подлинного смоленского рожка С приветственным словом перед гостями и организаторами праздника выступил Александр Новиков, заместитель главы города Не перестаю удивляться новогранности нашего города, самого молодого города Смоленской области С одной стороны это высокотехнологичное атомное производство, а другой грани этнография и память о традициях наших предков Смоленский рожок – знаковый музыкальный инструмент Про его поиски сняли художественный фильм «Смоленский рожок. Возрождение», первыми зрителями которого повезло стать гостям мероприятия Создатели фильма Юрий Солопонов, Владимир Мосев и Елена Баловнева по крупицам собирали исторический материал В этой ленте им удалось возродить утраченные культурные традиции Впервые посчастливилось снимать про живых людей, про живых людей, таких талантливых И какое было удивление, когда мы просто узнали, что в самом молодом городе Смоленщины живут люди, которые помогают сохранять Да что там помогают? Они сохраняют самый древний пласт нашей культуры Вдохновителем проекта стал Владимир Платонов, руководитель фольклорного коллектива в Десногорске Именно в его руках оказался легендарный смоленский рожок После просмотра фильма десногорскую публику порадовали своими выступлениями фольклорные ансамбли «Старопляз» и «Белояр» Под волшебные звуки рожка на праздники прозвучало много русских народных песен Яркие эмоциональные выступления воспитанников Владимира Платонова зрители встречали бурными аплодисментами Участвовал смоленский рожок и в популярном проекте «10 песен атомных городов», который объединил талантливых людей, живущих и работающих в городах Росатома Гордость за Десногорск, жемчужину Смоленской области, город, гордость за людей, которые живут возрождением русской культуры, переполняла всех присутствующих И очень хочется, чтобы истоки народного творчества, смоленского творчества, мы, живущие на смоленской земле, знали, уважали, любили и прививали эту любовь нашим детям Мероприятие подошло к концу, но работа над проектом «Смоленский рожок» продолжается Впереди ждет еще много открытий в бескрайнем море народного творчества Стоимость коммунальной услуги и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленского региона составляет 92 рубля 26 копеек с одного человека за месяц Но плату можно пересчитать Как сообщила администрация Смоленской области, это возможно, если потребитель зарегистрирован по одному адресу, а проживает по другому Также горожане обязаны сообщить в управляющую компанию об увеличении или уменьшении числа проживающих людей Сделать это необходимо не позднее пяти рабочих дней со дня изменений Неравнодушные представители городской молодежи обсудили предстоящие планы и вынесли на рассмотрение совета свои новые инициативы Подробности в сюжете 9 апреля в городской администрации прошло плановое заседание молодежного совета Десногорска Интересы молодежи представляют школьники, студенты и активисты общественных организаций На совещании были рассмотрены ряд актуальных вопросов и были выдвинуты новые идеи Молодежный совет не остается в стороне в проведении санитарного месячника в городе Решено привести в порядок малые архитектурные формы Это качели, скамейки и спортивные площадки города В данный момент мы ведем переговоры с администрацией, с работниками группы по этому управлению Решение будет принято позднее По самой акции уже решение принято Обсуждался вопрос профессиональной ориентации молодежи Предложено провести ознакомительные мастер-классы с представителями организаций города Это поможет молодым людям выбрать дальнейшее направление своего профессионального развития А возможно и выбрать будущую профессию Также на повестке дня было рассмотрение перспектив конкурса «Молодежная столица Росэнергоатома» Участие в нем – это уникальная возможность высказать свою активную позицию о жизни и перспективе своего родного города Конкурс уже проводится среди городов расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Назганова, Десна ТВ В Десногорске появится скейт-площадки «Экстрим Тайм» Проект Центра культуры и молодежной политики города стал победителем конкурса социально значимых инициатив Организатор конкурса – фонд «Ассоциация территорий расположения атомных станций» И уже в этом году концерн «Росэнергоатом» направит на реализацию проекта 3 миллиона рублей Социальная трасса появится в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» и детско-юношеской школы во 2-м микрорайоне Она будет собрана из композитных блоков разной формы, что обеспечит мобильность трассы и легкость ее трансформации Коммунальные службы провели работы по расконсервации городского фонтана после зимы Какие работы были проведены и как сделать так, чтобы одна из главных городских достопримечательностей радовала горожан все лето? Смотрите в сюжете До запуска городского фонтана еще несколько дней, но подготовить его нужно заранее Как и с любым механизмом, без регулярного технического обслуживания тут никак Десногорск полным ходом готовится к летнему сезону Работы проводятся и на фонтане Проверяются форсунки, фильтры и работоспособность всех механизмов На период зимних холодов фонтан был накрыт защитным деревянным куполом Тем не менее, это не отменяет генеральной уборки и проверки как самой чаши, так и сопутствующих механизмов Даже малейшие сбои работы в электрике, насосах или системе фильтрации не допускаются Были промытые стены, были проведены сантехнические работы, были проведены электрические работы И в настоящий момент начинает заполняться чаша воды Городской фонтан – одна из визитных карточек Десногорска По окончании работ в 2018 году он обрел вторую жизнь и заиграл новыми красками К сожалению, не все горожане относятся к нему бережно Фонтан регулярно находится под атакой нерадивых жителей города Хулиганы не стесняясь бросают мусор в воду, а также проверяют на прочность технические элементы конструкции Хорошо сделано, да, если ломать не будут только детвора В нашем городе это одна из достопримечательностей Если мы все будем стараться беречь хотя бы его и окружающий красивый наш сквер У нас все будет хорошо в городе После проведения пуска наладочных работ вся конструкция заработает ближе к концу апреля И тогда еще одним местом для прогулок и отдыха в Десногорске станет больше Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Вся страна готовится к торжественному событию 9 мая состоится Парад Победы Участники Бессмертного полка колонны пройдут во всех городах России Принять участие в акции приглашаются и десногорцы Помощь в изготовлении памятного штендера Жителям города готовы оказать в пункте Бессмертного полка в Историко-Краеведческом музее По адресу 3 микрорайон, строение 15А, дробь 1 Для этого необходимо до 26 апреля принести фотографию воевавшего солдата Где ее оцифруют и оформят в транспарант И коротко о погоде 11 апреля в Десногорске переменная облачность Днем 13 градусов тепла, ночью 2 На сегодня это все новости Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте disneydefiz.ru С вами была Виолетта Ефименко До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова